Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Волошенко Евгений. Я являюсь начальником отдела продаж гусеничных машин завода Сибиртехника. Мы продолжаем серию обзоров. Сегодня вашему вниманию представляем машину трелевочную гусеничную TLP4M03407 в классическом трелевочном исполнении. Как мы видим, машина не претерпела никаких изменений и выглядит точно так же, как и машина-предшественница. Это трелевочный трелевочный TLP4M, который ранее выпускался на заводе Alltrack в городе Трубцовск. Трелевочные трактора завода Сибиртехника комплектуются просторной одноместной кабиной и трелевочным оборудованием. Трелевочное оборудование – это непосредственно трелевочная лебедка, погруз-щит. И опционально машина может комплектоваться передней гидронавеской. Это либо бульдозерная гидронавеска с кленовым или прямым бульдозерным отвалом, либо легкий толкатель. Как видим, на данной машине установлено бульдозерное оборудование с прямым отвалом. Машина трелевочная гусеничная TLP4M 034 предназначена для лесозаготовительных работ. К технологическим задачам трелевочных тракторов относится сбор и доставка деревьев и хлыстов от места рубки до мест промежуточного складирования. Это могут быть лесовозные дороги или верхний склад. Транспортировку деревьев и хлыстов осуществляют волоком, методом частичной погрузки. Такую транспортную операцию называют трелевкой. Трелевку осуществляют в очень сложных дорожных условиях, либо в условиях полного бездорожья, на любых типах грунтов, как в летнее время, так и зимой по снежной целине. Трелевочный трактор во время трелевки преодолевает многочисленные препятствия, как достаточно крупные препятствия, как валежник, камни, ямы, пни и так далее. Бульдозерный отвал расширяет функционал машины и превращает ее в полноценный бульдозер четвертого тягового класса. Кроме того, бульдозерный отвал позволяет выполнять весь спектр работ, что и легкий толкатель, а именно выравнивание комлей деревьев в пачке на волоке, в штабеле на погрузочных площадках, окучивание деревьев в штабеле, а также для расчистки волоков. Также наличие отвала или толкателя облегчает оператору удержание машины при работе на крутосклонах. Машина имеет современную одноместную просторную кабину. Кабина имеет большую площадь остекления, великолепный обзор на все четыре стороны, термо-шумо-виброизолированная, имеет два отопителя. Первый отопитель – это штатный радиатор, в простонародье называется печкой, работает от системы охлаждения дизеля. И второй – это автономный отопитель кабины «Планар», который позволяет оператору находиться в тепле при заглушенном двигателе. Данная кабина прошла сертификационные испытания и соответствует стандартам ФОПС-РОПС, падающее дерево и переворот машины. Все параметры по загазованности, вибрации и шумам не превышают нормативных. Этого удалось добиться благодаря тому, что двигатель вынесен за пределы кабины оператора. Собственно, именно по этой причине и была снята с производства в 1991 году легендарная машина ТТ-4 с двухместной кабиной. А ее место заняла машина ТТ-4М с современной одноместной кабиной. Рама – важнейший узел любой машины. От надежности и прочности рамы зависит работоспособность всей машины целиком. К изготовлению рамы мы относимся максимально ответственно. Рама изготавливается из специальной конструкционной стали 0.9 Г2С и имеет огромный запас прочности. Гарантированно выдержит лютые сибирские морозы и повышенные нагрузки от бульдозерного оборудования. Ходовая часть стрелевочника имеет рычажно-балансирную подвеску, которая идеально подходит для работы в лесу. Пять опорных катков, перекатываясь, копирует рельеф местности, позволяя без пиковых нагрузок в ходовой части преодолеть поваленные деревья, крупные валуны, пни, ямы. Кроме того, ходовая часть чрезвычайно надежна, неприхотлива и обладает высоким ресурсом. Трансмиссия машины ТЛП-4М состоит из коробки передач, заднего моста и конечных передач. Все эти узлы жестко соединены между собой корпусами и образуют единый агрегат – силовой блок трансмиссии. Все названные узлы полностью унифицированы с трансмиссией трелевочного трактора ТТ-4М и являются взаимозаменяемыми с ним. Кроме того, применение родного двигателя А01 МРС и силового блока ТТ-4М гарантированно обеспечивают машину наилучшими тягово-экономическими показателями и максимальным ресурсом элементов трансмиссии, запасы прочности которых были рассчитаны еще советскими инженерами. Трелевочная лебедка является механической, с приводом от раздаточной коробки, обладает усилием 14 тонн. В лебедку запасован стальной трос толщиной 22,5 мм, длина каната 50 метров. К основному тросу цепляются чекера, которые уже цепляют непосредственно к стволу дерева, приготовленному к транспортировке. Поскольку чекера имеют различные конструкции, длину, толщину канатов, у каждого оператора свои предпочтения по ним, поэтому в стандартную комплектацию машины они не входят. Но по дополнительной заявке мы можем укомплектовать машину и чекерами согласованными с заказчиком. Погрузочный щит стальной, откидной, с гидроприводом. Обладает большой жесткостью и прочностью, поскольку именно на него приходится основная рабочая нагрузка. Максимальное усилие на погруз щит 7 тонн. Соответственно, трактор способен трелевать в полупогруженном состоянии до 15 тонн леса, если лес стрелюется вершинами вперед, либо до 12 тонн, если лес стрелюется комлями вперед. Двигатель на машине установлен штатный, модели А01 МРСИ, мощностью 130 лошадиных сил, производство Алтайского моторного завода, с прямым стартерным запуском, укомплектован предпусковым подогревателем двигателя Теплостар, город Самара. По дополнительной заявке можем укомплектовать машину подогревателями фирмы Webasto. Это немецкий производитель, известнейший. Для обслуживания машины имеется откидной трап, достаточно удобный, доступ к двигателю хороший. Кроме того, доступ к двигателю имеется и изнутри кабины. Машина в данном исполнении имеет следующие габаритные размеры. Длина машины 6825 мм, ширина 2860 мм, высота 2957 мм, масса машины 15 тонн 711 кг и максимальная скорость передвижения транспортная чуть больше 10 км в час. Наш обзор подходит к завершению. Надеюсь, он оказался полезен для вас. Если какие-то вопросы мной не были освещены, задавайте мне их по телефону или пишите в личную электронную почту. Контакты будут указаны в описании. Также буду рад пообщаться по вопросам приобретения трелевочной техники ТЛП-4М. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! И в дополнение, дорогие друзья, хочу сказать, что мы уже заканчиваем монтаж бурового оборудования на базовое шасси ТЛП-4М. У нас готовится следующий обзор. Этот обзор будет по буровому оборудованию, буровой машине на трелевочном базовом шасси. Поэтому не забываем на нас подписываться. И до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...